И здравствуйте дорогие подписчики и зрители канала, мы продолжаем прохождение игры Ведьмак 3 Дикая Охота. В прошлой серии мы завершили сюжетный квест Веллини, то есть мы узнали все про Цири, узнали что она поехала в Навиград. Так, но не будем торопиться уходить из Веллины и, как я уже говорил в прошлой серии, будем заниматься побочными квестами. В данный момент направляемся мы вместе с Бароном к Ведьмам, чтобы его жену освободить. Сейчас мы позовем Плотушку. Подсюда. Так, и сейчас встретимся мы с Бароном в Штеггерах. Это то село, где мы помогали, ну для Ведьм выполняли работу и освободили какую-то силу. Не знаю, может в будущем мы про нее узнаем. Так, тихо-тихо, не буянь. Сейчас, можно, можно в принципе fast travel воспользоваться. Ну, ладно, это в принципе не так далеко. Бежать. Тихо-тихо. Осталось 250 метров. Ох, твою мать, кто? Драконит? Твой няня, нахер, вауких. Подальше отсюда. Давай. И кто это? Не вижу. А, Виверна. Ах, ты глянул, знаешь, ты. Так, тихо-тихо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я не буду с тобой воевать. Потом, можете, конечно, завалим, но у него попозже. Ну-ка, ну-ка, чё тут. Барун уже заправляет. Чё, Самара, что ты несёшь? Конь большой, призрачный, люди с ума просходили. В горло друг дружки вцепились. Соседли, дитёли, всех убивали. Это дух леса. Мстит тем, кто хотел его погибели, и насылает на людей безумие. Геральт! Хорошо, что ты пришёл, а то мне с ними никакого сладу. Надо будет их кнутом проучить, а то... Господин, то же самое, и они говорили об этой м-маре. Значит, что злой дух леса. Кто говорил? Охотники за колдуньями. Только что здесь были. Деревушку на болотах собрались. И девка с ними ехала. Промать выспрашивала. Девушка. Геральт, едем туда. А это как раз дочка. Так, ну, мы в принципе готовы. Поехали. Сейчас я людей соберу. Да, в описании квеста написано, что его дочка отправилась в Оксенфурт и связалась с охотниками за колдуньями. Ну, кто-то тяжелый. Вот у крестьян ножки и гниют. Ведьма, сука. А, или в принципе пешочком и доброты сам убедишься, что ведьма существует. О, да. Сидят какие-нибудь старухи безумные. Да людям головы морочат. А, она с ними осталась, потому что сердце у нее лягкое. Ну, да, да. Так, так, так и было. Даже интересно посмотреть на его выражение лица, когда он увидит все. Серебряным мечом. Начинается. Не тот знак. Сихо-тихо-тихо-тихо и не буяньте. Так, противостояние. Да, колдовство. Так, так. Фига, уто. Дальше только хуже будет. Ладно, господа, шевелитесь. Пока мы этим тварим, да вы сейчас обостритесь и от страха. Как обычно, я буду за все отдуваться. Но посмотрим, посмотрим. Начинается. Ой, это гнилесо. Кереть, ну-ка. Так, ласточку надо выпить. Так, это кто баба? Это водная. На тебе, тварь. Мудрые слова, скажу я вам. Так, ну, в принципе, пришли-то уже, да? Ох, твою мать. Утопцы. Детей херачат. Ну, это охотники на виду, пойду они, пойду утопцы детей и херачат. Так, ну, товарищи кто такие, сколько лет. Кто ты? Кто ты? Геральт из Ривии, ведьмак. На службе вечному огню нужны такие, как ты. Я Тамара. Я многое о тебе слышал. Тамара, доченька, вернулась все-таки. Дай-ка я тебя обниму. Не подходи. Я приехала за мамой. Ты бы так и оставил гнить ее на болотах. А ты думаешь, что я тут делаю? Я возвращаю ее домой. Вот уж нет. Ты ее больше и пальцем не тронешь. Никогда. Я не позволю. Ты можешь обижаться на меня. Я был не лучшим мужем и отцом. Но я изменился. Ну, спроси, кого хочешь. Геральт, ну скажи ей. Ой, так. Лучше найдем ману. Ссориться. Надо найти Анну. Истинно говорю вам, гнев не доведет вас ни до чего иного, кроме погибели. А это вы кто такой? А ты кто такой, чтобы спрашивать? Это мой командир. Этой пьяной свиньи это не касается. Тамара, значит ты с ними теперь? Может еще величием собственного отца повесить? Или под пытки отдать? Ты мне не отец. И мне все равно, что с тобой станет. Суровая девушка. Напомню, что у нас есть дела. Это правильно. Мак, поможешь нам? Затем я и пришел. Я потерял пятерых людей и не знаю, чего еще ждать в этом проклятом месте. Не стоит терять времени. Ведьмы могут вернуться. А с чего ты взял, что их здесь нет? С того, что мы еще живы. Обыскать деревню. Да, сейчас появится как раздадут нам люлей. Вороны. Так, они светили, еще подошли к этому. Так, это что такое? Ну это Анна. Печально. Печально. Мама. Печально. Я не знаю. Мне надо делать. Мама. Мама. Мама! что-то приближается готовьтесь может волки что-то не похоже на это готовится к бою приготовьтесь оба Так, только ултопся так будет. вот там мать его чё такое твою мать дохни так уходим тихо отходим давай умирай охереть без что это было похоже без ведьма нас почуяли и послали посмотрите на она не будем детишки были разве что и васик кто живет на топе я знаю он иногда здесь крутился мог и заметить что-нибудь пойдем к нему не любит чужих лучше я один скажу подождите здесь так пойдемте пивасик искать тут не по выскакивает нам навстречу тихо тихо но все еще и васика завалят я не знаю чем че с вами сделаю ну-ка отвалили слышь назад охереть слышь о-о-о-о назад ласточку так так аккуратно так ты иди сюда баба видео уже так надо лечиться срочно 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 прям так что у нас медовые соты есть по-моему ну-ка давай так снаряжение давай 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 хавай хавай дыхание тохнет ну-ка здесь его нет что-то случилось посмотреть может он где-то прячется так свежие следы 20 побежал туда он спасался отчего-то ну видимо да не просто тут же эти появились паскуды так следы идут медведь пить что-ли потапа чего не будем трогать ну его в бане так и вася вот иди спрятался проснись видимо опять эти вредные бабы я убил нескольких возле твоей норы ведь мы их наслали в наказание так а за что ну просто с нами разговаривал что ты сделал что ты сделал ступился за бабушку она всегда была добра к детям а я без них бы помер тут со скуки я просил увидел чтобы они не обижали бабушку они обозлились что она не уследила за детьми а что если сделали делал что произошло с бабушкой она случайно просыпала в золу маковые зерна ну я пришел помочь отделить их мать природа дала мне маленькие ручки так что мне проще перебираем работаем бабушка что-то там плетет вдруг как завопит у нее на руках знаки стали светиться она закричала чтобы я прятался влез я в сундук а мигом позже вошли ведьмы пряха отрезала бабушке пять волос и сказала что это в наказание за детей а потом ведьмы спустились вниз через дверь в полу так ну волосы наверно для заклинания зачем пряха отрезала бабушки волосы ведьмы забирает у людей уши чтобы все слышать и волосы чтобы властвовать на людской жизни иногда они плетут из волос странные шнурки а иногда забирают их вниз так а что там за дверь дверь заглядывал что я по-твоему глупый ты по-моему любопытный мое любопытство кончается там где начинается глупость ладно что дальше дел сундуке покуда ведьмы не ушли я собирался иди тихо говорю себе пока не уйдут не шелохнись как вдруг бабушка упала на землю как подкошенная и начала вопить и рвать волосы я не знал что делать вылез из сундука хотел дать ей тех травок которыми она лечила детей только это уже была не она а чудище так ты дал ей травы не успел потому как ведьмы вернулись я упал на колени умолял чтобы они ее простили но кухарка сказала мальчик не слушался нельзя говорить нет если сестры говорят да и все начали смеяться а я дал дёру так вон отчетер будешь не повезло раз ты сбежал сбежал то сбежал но ненадолго если мне шкура еще дорога придется забыть о моей милой норе ведьма то знает где меня искать может попробуешь уйти вглубь болот разве что так а ты что будешь делать сейчас вернемся к они разобраться с этим погребом думаю это ключ к тому что стало с бабушкой поможешь ей может еще не слишком поздно спасибо за помощь и удачи взаимно а если тебе по дороге еще встретиться эти водные вавы накостыляем как следует от моего имени ну прикольно такой чувачок этот и васик ладно так побежали обратно ну начинается так тихо завалят подходим паскуды а нападают толпой как гопники давай шустрее мы так вот настрадались уже так мечту с плеч ну чё расскажете ты узнал что уже все как я и думал ведьмы наложили на твою мать проклятие они отрезали у нее прядь волос а потом спустились вниз дом есть какой-то тайник в таком случае не будем терять время идем так нет один я не пойду ну в баню короче но пойду вперед я пойду вперед если наткнусь на что-то интересное я скажу хорошо веди ну баня один ходит лишь так сейчас погодите-ка давайте медитацию проведем так и обратно ласточку вернем так где она куда ласточка вот сюда так все теперь можно топать так так сначала сундучок что там книжка про ведьмака я заметил но потом ее посмотрим уже после квеста так лутай 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 так так подвальчик лутай 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 Знаешь, что это? Выглядит довольно гнусно. Это обряд черной магии. Колдуньи заклинают кукол, чтобы получить власть над человеком. Они вплетают в них человеческие волосы. Значит, мы можем освободить Анну с помощью куклы, которая ее изображает? Это единственный способ, но очень рискованный. Видишь, волосы вплетены предметы. Вещи это как бы символы людей. Надо найти куклу Анны. И забрать ее отсюда. Так, откуда ты столько знаешь? Откуда ты столько об этом знаешь? Из книг по черной магии. Сперва мы их просто сжигали. А потом решили, что их стоит сперва читать. Значит, отравляете свои помыслы ворожбой и суеверение. И что по этому поводу думает Иерарх? Ты его видел? Нет. Вот и я тоже. Понятно. Ладно. Это так опасно. Значит, придется выбрать правильную куклу с первого раза? Я за это не возьмусь. Я не знаю, Анну. Ты разузнал о ней больше. Тебе проще выбирать. Так. Ну, давай взглянем на куклы. Охереть, опять выборы тут. Так. Кукла с красной бусиной. Ну-ка. В этой красной бусиной. Похоже, и бусина сила Анны. Как и половина женщин от Новиграда до Вингерберга. Не то. Так, ладно, посмотрим другие. Пожалуй, взгляну на остальные. С птичьими перьями. В эту куклу воткнуты птичьи перья. Я бы скорее предположил, что она символизирует Филиппу. Филиппу? Филиппу Эйльхарт? Если так, то... Успокойся, это просто мои ассоциации. Филиппа слишком хитра, чтобы попасть в лапы к ведьмам. Кроме того, мы здесь не ради Филиппа, а чтобы спасти Анну. И между ней и птичьими перьями я не вижу никакой связи. Может и так. А если здесь есть какой-то подвох? И эта кукла и вправду символизирует Анну. Сомневаюсь. Вряд ли ведьмы этими куклами собирались кого-то обманывать. Нужно осмотреть остальные куклы. Так, фиолетовая мальвы. Это интересно. Кукла с каким-то цветком? Что мне такого? Это не какой-то цветок, а фиолетовая мальва. Барон как-то обмолвился, что это любимый цветок Анны. Думаешь, это та самая кукла? Давай посмотрим другие. Возможно, но я не уверен. Нужно осмотреть остальные куклы. Так, человеческое ухо. К этой прикреплено человеческое ухо. Наверное, это ухо какого-нибудь селянина. У Анны оба уха на месте. Верное. Давай осмотрим остальные пупы. Так, ну что, давайте с цветком тогда возьмем. Бусина правда у всех есть, а вот она правда любила цветы. А это интересно. Ухо. С каким-то цветом, это не какой-то. Давай возьмем. Я уверен. Возьму ее. Ну, надеюсь... Быстро, наружу! Надеюсь, мы правы. А то будет неприятно. Мама, ты вернулась. О. Теперь все будет хорошо. Родная, я умираю. Она бредит. Она не понимает, что происходит. Ты еще очень слаба. Тебе надо отдохнуть. Не. Послушайте. Ведьмы, я до конца должна была оставаться чудовищем. Вы расколдовали меня. И теперь я должна уйти. Почему? Ведьмак. О чем она говорит? Эм. Наверное, вот так вот. Ведьмы нас перехитрили. Их проклятие смертный приговор. Его невозможно снять. По крайней мере, так, чтобы она осталась жива. Можно было ненадолго прервать его, но... Оно осталось в силе. Что? Что это значит? Она умирает. Хорошо. Видеть вас вместе. Прости меня. За все. За все. Прости. Мама. Доченька. Помнишь, как мы были на Ине? Помню. Мы ели сладкие сливы. А на тебе было голубое платье. И ты сплела мне вино. И мы все время смеялись. Такой. Меня и запомни. Нет. Благодарю тебя. По крайней мере, они с ней попрощались. Жаль. Я больше ничего не смог. Идем, дитя. Идем, дитя. Вечный огонь принесет тебе успокоение. Оставь меня. Лату заберешь во Вроницах. Это не твоя. Я знаю. Но это не легче. Со временем боль уйдет. Хотелось бы в это верить. Побудьтесь. А потом мы ее похороним и вернемся вновь играть. Да. Такой грустный квест. Если честно. Оставь меня. Батно, ладно. Воспойдет в себя. Поплата исходим и, наверное, на этом закончим. Так. Денусть там этот знак. А, вот он. Что нам там? Так. И к барону. К барону у нас здесь живет. Я забыл уже. А, вот здесь. И к барону переместимся. Да. Грустно получилось. Еще ведьм эти паскудные. А, там мы их завалим сейчас. Да, нет. Они слишком хитрые. Так. Нежим за платой. Так. Заодно кузнеца починимся. У нас уже после этих боев-то, наверное, поизносилось. Так. Что ты делаешь? Сразу к кузнецу зайдем. Чем могу так? Давай и товары покажу. Я хочу посмотреть твои товары. Продавать нечего. Починить. А, денег нет. Починить-то. Ладно. Ну-ка. Что тут случилось? Не видишь? Навесился человек. Мы на ней будем обострять. Он был пьян? Ага. Я всегда говорил, что водка его поглубит. Если приходится выбирать между меньшим и большим злом, я предпочитаю не выбирать вовсе. Но иногда ставка слишком высока. Иногда нужно выбрать большее зло, чтобы совершить хоть малое добро. Я не знал, что спасение детей из деревни на болотах приведет к смерти Анны. Я даже подумать не мог, что барон оставит тело жены и повесится на простой конопляной веревке. Иногда нужно принять решение и не оглядываться назад. Да. не похоже, чтобы тебя и твоих ребят это сильно расстроило. А что нам, сидеть и плакать? Барон был хорошим солдатом. Но как засел во Вроницах, здорово размяк. Но теперь-то мы тут новые порядки заведем. Могу представить. Вот так вот. Получается, если бы я в ту... в тот злой дух, который в дереве был, убил бы, то детей бы они не украли и Анна была бы жива. А у тебя седой тоже вид, будто вчера всю ночь нажал. Да. Вот так вот. Эх. Так, ну. Сейчас. Что у нас там с заданием еще есть? Мышиная башня, кулаки, скачки. Вот это будет следующим у нас заданием. Дикое сердце. Ну, а пока на этом все. Это мы следующей серии уже сделаем. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok